Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна. Ну вот какие-то просачиваются шутки Галкина в Израиле о России. Он записывал видео, знаете, говорил о том, что я люблю Россию, люблю, так сказать, народ России, россиян и так далее. Но мало кто ему поверил, но вы знаете, дело всё в том, что вот эти шутки, которые он озвучивает, это с моей точки зрения абсолютно неприемлемо, ибо говорить о своей родине в уничижительном смысле за рубежом просто невозможно. Мы уже с вами неоднократно вспоминали Высоцкого, да, который сказал, что я буду обсуждать проблемы своей родины там, у себя дома, но никак не здесь с вами. Но принципы Высоцкого, это принципы Высоцкого. На Галкина они не то, что не распространяются, на них нужно очень много расти. Вы знаете, всё дело в том, что Галкин уже высмеивал президента Путина. С моей точки зрения, вне зависимости от того, в обычной жизни, скажем так, критикуют, разделяют курс, сейчас то время, когда необходимо сплотиться, сплотиться всем, что было и сделано, действительно, людьми с настоящими патриотическими взглядами, любящими свою родину, понимающими, что нигде не будет лучше, где-то будет теплее, где-то сытнее, но родина – это мама. И можно представить, чтобы сын отказался от мамы? Мне кажется, любой здравомыслящий человек этого представить не может. И поэтому, конечно, все люди патриотически настроены, понимают, что мы с мамой, мы с Родиной. Ну, а Галкин продолжает шутить, в данном случае он ещё жёстче высмеял президента России Владимира Путина. Напомню, что Галкину никто не запрещает въезд, спокойно, абсолютно, я так понимаю, никто никаких дел у него не заводит. Посмотрите, пожалуйста, как вы считаете, насколько это приемлемо шутить таким образом. Я бы так назвал генеральный вождь Российской социалистической империи. Вот так вот. И памятник, поставить такой памятник в Москве, понимаете, такой памятник, метров 300, он уже по цередине отлил в бронзе, он давно не отливал. Вот, чтобы подводная лодка в натуральную величину, на ней батискарфный истребитель, на истребителе Лада Калина, на Ладе Калини стоит Путин в кимоно, в хоккейном шлеме, в одной руке амфора, в другой журавли. Сзади у него чуть ниже спины, руку Рушевчука написано «Родина». Всё это держат члены правительства, простые крестьяне, рабочие, и на все мнение золотая надпись «Нравится, не нравится, терпи меня, красавица». Ну вот, друзья, вы всё слышали сами. Вы знаете, с моей точки зрения, знаете, если он уехал, любой человек, вот он решил уехать, уехал, ну живи ты где хочешь, но он зарабатывает деньги и строит свою концертную программу на шутках и высмеивании руководителей России, высшего руководства России, в целом России. Дальше у нас вот с вами будет несколько видео, вы посмотрите ещё парочку шуток, он высмеивает, и самолётостроение, можно сказать армию, наверное, но в данном случае он высмеивает самолётостроение, импортозамещение и так далее. То есть, человек не просто уехал, будучи несогласным, он строит концертную программу, которую будет презентовать по всему миру, думайте на секундочку, по всему миру, в странах Прибалтики, где-то, естественно, очень востребовано сейчас, да, говорить против России, на высмеивании своей родины. То есть, он на этом зарабатывает деньги. Я абсолютно не против, если человек не имеет другую позицию, уехал и живёт себе спокойно. Но если он строит концертную программу на высмеивании моей родины, а для меня родина Россия, я гражданин России, и на этом он зарабатывает деньги, не на том, что он говорит о патриотизме, о возрождении морально-нравственных основ, молодёжи там и так далее, да, об изменении сетки телевизионного, о многих проблемах. А он говорит о том, что происходит в юмористическом ключе, в таком, знаете, издевательском. Я вот считаю, что это абсолютно недопустимая вещь. Что думаете, друзья, интересно ваше мнение? Пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закреплённом комментарии в описании для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна. Новости здесь, в YouTube, чтобы нам с вами не потеряться. И в телеграм-канале Будда Гришна вся политика с моими комментариями. Успехов, здоровья, друзья. Всем пока. До встречи.